Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб рассказали об итогах проделанной за отчетный период работы. Более 2000 обращений поступило в Люберецкую полицию на минувшей неделе. Стражи порядка возбудили 22 уголовных дела. 17 преступлений раскрыто по горячим следам. Также было 160 ДТП. За меня пострадавшим. Личный состав сейчас работает в усиленном варианте в связи с тем, что было 1 сентября в школу. Ну и в дальнейшем, что сейчас будут Дни городов и другие мероприятия, которые будут проходить в районе. На территории Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона произошло два пожара. Оба в черте городского округа. В результате происшествий никто не пострадал. 2 сентября в 17.20. Люберцы, Шевляково, дом 17. Пятиэтажный квартирный жилой дом. На третьем этаже в одной из квартир. Обгорели личные вещи, мебель в коридоре и на кухне на площади 25 квадратных метров. Система ЖКХ городского округа Люберцы работала в штатном режиме. Аварий на сетях электровода и газоснабжений не было. Управление жилищно-коммунального хозяйства продолжает вести мониторинг обращений, поступивших в единую диспетчерскую службу. За прошедший период у нас поступило 3217 обращений. Основная масса обращений это справки. Также вопросы касаемо начислений МОСОБЛ ИРЦ и вопросы электроснабжения, водоснабжения. В проделанной за отчетный период работе отчитали сотрудники управления благоустройства и дорожного хозяйства, а также представители экстренных служб и здравоохранения. В конце встречи исполняющий обязанности главы муниципалитета Владимир Волков пригласил Люберча на День города, который состоится в эту субботу и на выборы Совета депутатов 11 сентября. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.